И передаю привет вам от Калининградской церкви, которую я посещаю, когда бываю в России. И состою с этой церковью в церковной группе на WhatsApp. И недавно на этой группе одна сестра выложила сон, сон о состоянии современной церкви. Я просто дословно его прочту, потому что из песни слова не выкинешь. Сновидение о состоянии церкви в наши дни. Сон состоял из трех эпизодов. Это была некая игра, в которую играли, но самое ужасное в этой игре было то, что если в определенное время человек не успевал выйти из игры, то он навсегда отправлялся в ад. Я наблюдала за человеком, который был вовлечен в игру. Первый эпизод. Очень мутная вода. Море или океан. И в этой воде были компьютеры, подключенные проводами. И там же очень и очень спокойно плавали бесы и демоны. Человек, который играл, даже не замечал их. Он спокойно играл в какую-то компьютерную игру. И вдруг начался отсчет. Три, два, один. И прежде чем было произнесено слово «пуск», я начала кричать «выходи, выходи, ты не успеешь, ты пойдешь в ад». Второй эпизод. Мы оказались в библиотеке, где было очень много книг, от пола до потолка. Человек взял книги и одну за другой начал читать эти книги. И вдруг опять начался отсчет. Три, два, один. И снова я закричала «выходи оттуда, выходи, ты не успеешь, ты пойдешь в ад». И третий эпизод. Открылся занавес, и мы оказались в цирке. Я подумала, цирк? И что мы в цирке делаем? Когда я помолилась, Дух Святой начал открывать значение сна. Бог проговорил. У дьявола сегодня есть три мощнейших оружия против моего народа. Первое. Это интернет и компьютерные игры. Где мои дети больше проводят времени, чем ища меня и проводя время со мной. И думают, все это игра. Второе. Это знания и разные учения. Вместо того, чтобы читать мое слово, которое живо и действенно, дети мои ищут учения и знания не там, где нужно. Второе. Коринфянам 3.6 говорит. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но духа. Потому что буква убивает, а дух животворит. И третье. Господь сказал, что сегодня его церковь превратили в цирк. Устраивают шоу-программы, концерты со световыми эффектами. И пасторы, как клоуны, развлекают их, лишь бы людям было не скучно. Люди сегодня идут в церковь, чтобы развлечься. И вот она, сестра, пишет, давайте уже просыпаться, давайте больше не играть в верующих. Давайте, наконец-то, воззовем к Богу всем сердцем о нашей семье, земле, народе, стране. Давайте встанем все в пролом за эту землю. Ведь Иисус все победил. Нам нужно просто принять эту победу в нашу жизнь. Будьте благословенны, народ Божий. Аминь. Ну, от себя хочу добавить, что действительно этот сон, он заставляет задуматься каждого из нас о себе, как о христианине, о своем месте в теле Христа, о своей какой-то функции, о своей какой-то миссии. И зачем-то Господь нас призвал из тьмы в свет свой, чтобы мы тоже несли его свет в мир. И вот эти вот моменты все, это о нас верующих, это о нас. А можно себе представить, что творится в мире, что творится в мире. И просто вот хочу рассказать немножко, есть такой форум на Майл.ру, очень популярный форум. Там любой человек может создать тему инкогнито, анонимно, создать тему и рассказать о своих проблемах. Что его волнует, что его беспокоит, попросить какого-то совета. И часто там бывают такие темы, когда люди в полном отчаянии, когда и депрессия, и даже на грани самоубийства. И люди создают там темы. И вот как-то Господь меня туда приставил, к этому форуму. Я каждый день туда вот как на работу хожу, просматриваю названия этих тем, где что-то уже вопиющее. Вот недавно была тема, там парень пишет, что прям так в заголовок, что мол хочу уйти, тихо, так мирно, но хочу уйти из этой жизни. Вот. Ну, на такие темы я выхожу. И просто я воплю к Богу, чтобы Он сам через меня вот написал этим людям вот о спасении. Что любит Он его, этого человека, не надо уходить. Ну, в каждом отдельном случае свое дает Господь, для каждого человека слово. И вот недавно одна тоже девушка писала, что такая тоска смертная у нее на душе, что не с кем ей поговорить, нет ни родных, нет ни друзей. И не с кем поговорить. Ну, я там написала, говорю, поговорите с Богом. Просто так, два слова. И вы знаете, и она пишет, а как? И знаете, я когда вот это прочитала, а как? У меня прям все вспыхнуло внутри, и вот в слезы просто вылилось. Ну, и не мои это, конечно, слезы. Не мои, потому что наши слезы, они маленько другие. А тут прям моментально такая вспышка, и вот на тебе слезы. И как бы, и такое, и я начинаю вопить к Богу. Господь, а ведь это она не одна такая, которая не знает, как к тебе обратиться. Их, наверное, вот и 90% на планете, да? А как она говорит? Ну, я стала опять молиться, вопить к Богу, что ей сказать. Написала тоже ей ответ. Слава Богу. И знаете, я еще давненько читала тоже, что опрос такой был произведен, что вопрос был такой задан людям. «Хотели бы вы наладить взаимоотношения с Богом?» И что-то там 90 или около того процентов сказали, «Да, мы бы хотели, но мы не знаем, как». Я тогда помню тоже, слезы меня душили. Думаю, а мы-то знаем, мы-то знаем, и нам надо вот людям-то говорить, нести вот эту благую весть о спасении. Вот, и просто пусть Господь нас укрепит, даст нам мудрость, силы, дерзновение, нести вот это слово этому погибающему миру. Слава Господу! Спасибо. 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 Спасибо.